Раз, два, раз и Выше и выше и выше В Терзании растет градиент И в каждом профессоре дышит Спаливший вольтметр студент Про специальную теорию относительности Значит у нас с вами есть еще молекулярные Субтитры создавал DimaTorzok Ну мы поступим, наверное, следующим образом Я сейчас ее читаю в 30-й школе для 10-го класса Я ее со следующего раза буду вам на курс выставлять Вот пока полчаса меня не будет Вот сидите и изучайте школьную физику Единственное, я вам здесь только прочту, конечно, то, чего в школе не рассказывается Это классическая статистика Потому что когда рассказываешь квантовую механику И говоришь, ну посмотрите, как все здорово Там получается почти как в классической статистике У всех такие глаза Никто не слышал про классическую статистику И слова, что там почти как в классической, они ничего не говорят Что вообще, говоря, плохо, конечно А там все на этом основы Ну вот, значит, мы до чего же договорились с вами в теории относительности Мы договорились, что скорость света Скорость света одинакова в обоих системах отсчета Инерциальных Вот условно неподвижный, лабораторный, в движущейся Далее мы договорились, что интервал времени С точки зрения наблюдателя в неподвижной системе По часам, которые идут в движущейся системе Меняется вот по такому закону Поперечные расстояния не меняются А продольные расстояния сокращаются Умножаясь вот на такой множитель Далее мы договорились, что пользоваться трехмерными векторами теперь плохо Поскольку если раньше при преобразовании их симметрии Как-то поворот и перенос Квадрат длины трехмерного вектора сохранялся То теперь у нас потребовалось еще одно преобразование Переход в движущуюся систему отсчета А там, поскольку поперечная компонента не меняется А продольная укорачивается То квадрат длины вектора перестает быть инвариантной величиной И, следовательно, запись формул с помощью трехмерных векторов Явно не удовлетворяет требованиям теории относительности Поскольку даже длины этих векторов Не сохраняются при переходе в движущиеся системы отсчета А в движущихся системах отсчета Согласно обобщенному постулату Галилея Не только механические, а все без исключения Процессы должны идти одинаково Ну а если длины векторов меняются То, естественно, математическое описание этих процессов меняется Это означает, что трехмерные векторы Не годятся для описания движущихся системы отсчета И вся физика была написана некорректно С помощью выдуманных математиками трехмерных векторов Поэтому мы от описания системы с помощью трехмерных векторов У которых были заданы три координаты И отдельного времени, которое раньше не менялось при переходе в движущиеся системы отсчетов Мы от такого описания перешли к описанию с помощью четырех векторов Которые одновременно несли в себе информацию и обо времени, и о координатах И четырех вектора имеют следующие компоненты Нулевая это CT и три компоненты пространственные Ну а для краткости мы их еще записывали так CT это было RT А чтобы не писать три пространственных, мы писали трехмерный вектор Вот так писать четырех вектор удобнее И оказалось, что если у нас в трехмерном случае при поворотах Скалярное произведение вектора самого на себя Равнялось сумме квадратов его компонент И эта величина была инвариантной относительно операций поворота А вместе с ней инвариантной относительно поворотов Было любое трехмерное скалярное произведение двух трехмерных векторов Если мы поворачиваем пространство, координаты меняются А скалярное произведение, которое записывается как RX1 на RX2 плюс Ry1 на Ry2 плюс RZ1 на RZ2 Вот такая комбинация при поворотах не менялась То теперь, поскольку кроме поворотов нам надо добавить еще преобразование Лоренца То оказывается, что аналогом квадрата длины вектора Вот эту величину мы называли квадрат длины вектора Скалярное произведение векторов на себя Мы ввели квадрат величины, такой величины, которая называлась интервал С в квадрате, которая оказывалась равной С квадрат Т в квадрате Минус RX в квадрате Минус Ry в квадрате Минус RZ в квадрате И эта величина оказывалась инвариантной И относительно вращений трехмерных Потому что при поворотах системы координат Время никак не менялось А менялись только эти компоненты Но мы видели, что сумма квадратов компонентов При поворотах не меняется Но эта же величина инвариантна И при преобразовании Хлоренца И тогда вот такую величину стоит считать Аналогом длины вектора Но уже не в трехмерном, а в четырехмерном пространстве И вся беда состоит в том, что здесь появились вместо знаков плюс Как это было и в двумерном, и в трехмерном пространстве Ну и хотелось и в четырехмерном Иметь длину в виде суммы квадратов компонентов Но вот тогда сумма квадратов компонентов Не является инвариантом А инвариантом является вот такая величина Квадрат нулевой компоненты Минус сумма квадратов трехмерных пространственных компонентов Ну и вот такую величину мы будем считать Теперь длиной отрезка В четырехмерном пространстве времени Причем, заметьте Поскольку здесь знаки разные, то s в квадрате может быть как больше нуля, так и меньше нуля. Соответствующие расстояния между двумя точками, если s больше нуля, называются время подобными, а если меньше нуля, то пространственно подобными. Если мы введем вот такие векторы, у которых время измеряется не в секундах, а в метрах, то есть у нас временная компонента это ct, то в таких координатах преобразования Лоренца выглядят куда более элегантными, а именно rt' это будет rt минус v к c rx делить на корень из единицы минус v к c в квадрате, rx' равняется rx минус v к c rt на корень из единицы минус v к c в квадрате, ry' равняется ry и rz' равняется rz. Вот такие преобразования Лоренца в такой форме выглядят куда симпатичнее, чем преобразования в школьной форме, когда мы здесь писали не rt, а t' и t, но тогда здесь у нас стояло для времени v в квадрате на c, а для пространственного преобразования здесь было просто... здесь у нас стояло просто минус vt без цепь знаменателя, и преобразования Лоренца для координаты временной и x-овой были несимметричными. А вот если мы договоримся время измерять в единицах ct, то тогда между этими и этими координатами преобразования абсолютно симметричны. У нас и там, и там появляется один и тот же множитель v к c. Ну, еще скажу, что очень часто, чтобы не писать корень из единицы на v к c в квадрате, эту величину часто обозначают буквой гамма, но это достаточно стандартное обозначение теории относительности, но удобно корень не писать, писать гамму. Ну, вот это, собственно говоря, то, на чем мы в прошлый раз с вами вроде как закончили. Ну, а теперь у нас с вами следующий вопрос. Четырехмерное пространство время Менковского. Ну, понятно, что если мы перешли к четырехмерии, нам надо как-то уметь рисовать картинки. Ну, поэтому сейчас предстоит у нас не очень простая задача. Когда мы рисуем проекцию трехмерии на двумерию, ну, это сделать нетрудно. Я думаю, что большинству хватает фантазии понять, что все эти три оси взаимно перпендикулярны, хотя на картинке они перпендикулярными не выглядят. Теперь возникает вопрос, как нарисовать проекцию четырехмерии в трехмерию. Не в трехмерию, а в двумерию. К сожалению, здесь наш проектор не позволяет показывать трехмерных картинок. Ну, придется немножко напрячь свою фантазию. Давайте для начала... Я надеюсь, вам хватает фантазии представить, что эти три оси взаимно перпендикулярны. Давайте этот кусок плоскости вырежем. И вот так сюда вытащим. Потом здесь на доске нарисуем время... Ось РТ, которая, напомню, равна СТ. А эту плоскость вот так повернем и вот так сюда ее приставим. Ну, тогда у нас получится что-то вот такое. Вот это та плоскость, которую я из доски вырезал. Вот здесь наша ось ее протыкает. Ну, а здесь смотрит вот так ось Y. Вот так смотрит ось Z. И вот так смотрит ось X. Я надеюсь, вам хватает фантазии представить, что эти три оси X, Y, Z взаимно перпендикулярны. Мы просто эту картинку вот так расположили. Но поскольку мы эту картинку вот так расположили, то все эти три оси перпендикулярны не только друг другу, они перпендикулярны еще и оси времени. Ну, вот мы с вами нарисовали проекцию 4D в 2D. Да? А у нас развернули, как вы сказали, как у нас мы сказали, на зерновой Z, 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 Z. Нет, как? Так, они сейчас все лежат в плоскости доски. А теперь я эту плоскость вытащил, вот так повернул. Вот прям рисунок. И вот так приставил. Но на самом деле это... Вы же понимали здесь, что это не плоскость доски, это трехмерия. Поэтому вот у нас сейчас перпендикулярно оси CT имеется трехмерная плоскость. Для четырехмерия это плоскость, но на самом деле это трехмерная просторность. Ну, естественно, вот в таком мире живут четырехветкоры. Вот они живут вот в таком мире. Естественно, рисовать картинки четырехмерные трудно. Хотя вот когда-то у меня одна девочка в бакалавриате, она делала бакалаврскую работу, она называлась «Стереометрия четырехмерного пространства времени» Копского, она сделала трехмерное кино и занималась проектированием 4D в 3D. Выглядело это обалдеть. Когда смотришь трехмерии, проекцию четырехмерии в трехмерию, это выглядит здорово. Но рисовать проекцию четырехмерии в двумерию не очень удобно, поэтому я поступлю так. Я поверну сейчас эти оси так, чтобы ось Х смотрела сюда. Ну, собственно говоря, я назову вот эту ось Х, это ось Y, это ось Z. Не все равно, как их называть. И теперь разверну все так, чтобы вот в плоскости доски лежала ось Х и ЦТ, а ось Y и Z смотрели перпендикулярно доске к нам. Ну, поскольку это четырехмерия, они могут смотреть на нас и еще быть одновременно друг другу перпендикулярными. Поэтому вот так будет смотреть ось Х. Так будет смотреть ось ЦТ, которая есть РТ, а ось Y и Z смотрят на нас, будучи друг другу перпендикулярно. Ну, вот так рисовать пространство Менковского проще. Ну, вот если у нас в обычном пространстве были траектории, то теперь у нас будет траектория в четырехмерном пространстве. Тут точка описывает события, и у этой точки есть координаты, Х-овая координата, Y-овая, Z-овая и временная координата. Естественно, с течением времени меняются и координаты, и само время. Точка перемещается, и у нас четырехмерный радиус-вектор R с двумя стрелочками будет здесь рисовать некоторую кривую, которую надо было бы назвать траекторией в четырехмерном пространстве времени Менковского, но для нее придумали специальное название. Такие траектории называются мировыми линиями. Ну, вот если, например, какое-нибудь тело... Вот давайте считать, что вот здесь у нас Х равно нулю, ну, а вот здесь Х равно метр. Если вот здесь покоится какое-то тело, то его мировая линия такая. У него Х, Y, Z не меняется, а время бежит. И поэтому в пространстве Менковского у этой покоящейся стиралки мировая линия ее вот такая. А если это я тело по чечаянии начну сейчас двигать, ну, скажем, туда, то, естественно, Х-координата у него будет возрастать. Если я буду его двигать равномерно, то его мировая линия будет какой-то, ну, вот такой. А если я его быстрее буду двигать, его мировая линия будет... Сейчас дайте подумать, правильно ли я рисую. Неправильно я рисую, конечно. Неправильно. Когда оно стояло, мировая линия смотрела вверх, а если я его начал двигать, у него время-то быстро бежит, а Х меняется очень медленно, у него вот такая мировая линия будет. А если я его быстрее буду двигать, у него вот такая мировая линия будет. Если я в ту сторону двигаю. А если в эту сторону двигаю, у него вот такая мировая линия будет. Под 45 градусов. Естественно, если Х двигается со скоростью света, его меняется координата, то Х равно СТ, здесь СТ и здесь СТ. Тогда вот так. Поэтому, если я здесь, отсюда посвечу сейчас источникам света вдоль оси Х, то мировая линия вспышки света побежит вот под 45 градусов. Естественно, вот такие мировые линии запрещены, потому что они соответствуют скоростям больше, чем скорость света. Ну, естественно, если я сейчас, в начальный момент времени, изначало координат посвечу вдоль оси Х каким-нибудь источником света, то соответствующая мировая линия пойдет вот так под 45 градусов. Если я посвечу вдоль оси Х, если я посвечу против оси Х, то соответствующая мировая линия тоже пойдет под 45 градусов, но в обратную сторону. И она пойдет вот сюда. Не рисует ничего. Ну, зеленым нарисую, ладно. А если я посвечу вдоль оси Х, то мировая линия под 45 градусов к вертикальной оси пойдет сюда. Ну, а теперь вопрос. А если я во все стороны посвечу? Поставлю здесь лампочку и свет пойдет во все стороны. Понятно, что во всех направлениях мировые линии пойдут под углом 40 от света, для света. Пойдут под 45 градусов и в результате они нарисуют конус. Но этот конус будет не в трехмерном пространстве, а в четырехмерном пространстве. Но я его условно вот так нарисую. Ну, у на нас смотрит и з на нас. Нам не хватает мерности. Нам трехмерным не хватает мерности. Вот получится такой конус. Этот конус называют цветовым конусом. Кстати, его еще продлевают и в обратную сторону. Ну, вот это некоторый символ специальной теории относительности. И вот я вам очень рекомендую хороший источник по специальной и общей теории относительности. Этот ресурс называется Light Con световой конус. У них лейбл вот такая штука оранжевого цвета. Это их лейбл, так сказать. Это световой конус. Этот световой конус делит четырехмерное пространство время на несколько областей. Вот внутри этой части конуса эта часть конуса называется абсолютное будущее. Здесь лежат события, на которые мы можем повлиять, находясь в вершине светового конуса. Попробую объяснить, что это означает. Давайте забудем о том, что Земля летит вокруг Солнца и что Солнце куда-то дверется. Пусть Земля и Солнце неподвижны. Но Солнце сейчас относительно нас находится на достаточно большом расстоянии. На расстоянии восемь световых минут. Поэтому Солнце сейчас находится вот здесь. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сейчас повлиять на Солнце сейчас? Нет, мы не можем повлиять, потому что даже если мы посветим на Солнце лазером, свет туда придет всего лишь через восемь минут. Поэтому из этой точки в эту точку повлиять невозможно. Но если Солнце стоит, то мировая линия Солнца вот она. И через восемь минут мировая линия Солнца войдет в наш световой конус. Поэтому если мы сейчас посветим лазером на Солнце, мы повлияем его не на Солнце сейчас, а на Солнце, которое будет через восемь минут вот в этой точке. А если мы решим по Солнцу выпустить ядерную ракету, она полетит гораздо медленнее, чем свет. И тогда ее мировая линия будет где-то здесь, и тогда она повлияет на Солнце здесь, но только внутри светового конуса. Потому что внутри светового конуса лежат все мировые линии тел двигающихся со скоростями меньше, чем скорость света. Кстати, расстояние четырехмерное между любыми двумя точками внутри светового конуса, оно время подобно. Смотрите, даже если мы стоим на месте, у нас координаты не меняются, а меняется только время. Оно положительно. Если у нас координаты растут слабенько, то у нас все равно СТ в квадрате больше, чем это расстояние. Поэтому все те точки, между которыми расстояние время подобное, четырехмерное расстояние, они связаны между собой причинно-следственными связями. Одна на другую может повлиять. А вот на такую точку, смотрите, здесь у нас время одно и то же, тут 0 СТ, зато минус Р в квадрате. Вот это расстояние, квадрат расстояния здесь отрицателен. Такой интервал называется пространственно-подобным интервалом. И эти две точки, и эти два события никакими причинно-следственными связями друг с другом не связаны. Что хотел спросить? Но в вакууме свет любой частоты со скоростью С бегает. Я не понимаю, но это нато изменяется вакууме? Нет. Единственное, что если мы будем двигаться, то мы увидим другую частоту цвета. Цвет будет меняться, но по времени он бегает со скоростью С в любом случае. Ну, теперь догадайтесь, что означает вот эта часть конуса. Конечно, абсолютное прошлое. А какие события лежат в абсолютном прошлом? Если здесь лежат события, на которые мы в принципе способны повлиять из вершины светового конуса, то в абсолютном прошлом лежат события, которые в принципе могут повлиять на нас с вами, находящимися в этой вершине. Вот сейчас, если вот здесь находится киллер на расстоянии каком-то от нас, он не может убить меня сейчас. Он либо может убить меня в будущем, либо, если он находился на этом расстоянии, а его мировая линия вот такая, он мог выстрелить в прошлом. И тогда его пуля прилетела бы в начало конуса в настоящий момент времени. Поэтому из этих событий, из этих точек можно стрелять и попадать в вершину светового конуса. А из этих точек нельзя. Для Солнца находимся светом, а Солнце не надо. Нет, ну, для Солнца надо тоже нарисовать световой конус сейчас. Тогда для Солнца световой конус пойдет вот так, и сейчас мы для Солнца недосягаемы, а оно если сейчас взорвется, то да, а наша мировая линия вот такая, если мы находимся, то мы встретимся с взорвавшимся Солнцем тоже в будущем. Ну, а вот все остальное это абсолютно недосягаемые события. Поэтому, друзья, уважаемые философы, которые иногда с умным видом говорят, что все у нас в мире взаимосвязано, это полный бред. Далеко не все. Вот с этим событием вот все это, все, что отделено пространственно подобными интервалами, никак в принципе не связано. То, что происходит с Солнцем сейчас, абсолютно никак не связано с тем, что происходит с нами сейчас. Так что далеко не все в мире взаимосвязано. Есть масса событий, которые между собой принципиально никак не связаны. Кстати, если какая-нибудь гадалка за каких-нибудь 5000 рублей говорит «Вижу, вижу, сейчас вас суженый с кем-то там хорошо проводит время», господа, она либо вруша, либо дура. Потому что если сейчас, то она видит, что происходит с точкой, удаленной от нее на пространственно подобный интервал, и либо она врет, что плохо, либо если она видит это действительно, то она исключительно дура. Если она за это берет 5000 рублей, ей не надо размениваться на вшивые 5000 рублей, ей надо нестись в Нобелевский комитет, если она действительно видит, в чем я сомневаюсь, но тогда ей надо не 5000 рублей на этом зарабатывать, а совсем другие порядки сумм. Потому что тогда это все неверно. Если она обладает такой способностью, понимаете, какая она дура, то она на этом не делает денег. Но я думаю, что она не дура, а вруша. Хотя кто знает. Кто знает. давайте посмотрим, как устроено поворот осей в пространстве Менковского, когда мы делаем преобразование координат. Смотрите, вот ось Х, она соответствует направлению Т равно нулю. Правильно? А как будет выглядеть в движущей системе ось Х' если Т равняется нулю? Смотрите, если Т равно нулю, мы с вами получаем, что R Х' равняется R Х делить на корень. поэтому для оси Т' равно нулю, как же нам, нет, нас интересует ось Т' равно нулю. Давайте напишем обратные преобразования Лоренса. Если эти преобразования обратить, понятно, что из принципа относительности Эйнштейна обратные преобразования должны выглядеть точно так же, поскольку все системы эквивалентны. Единственное, что если для нашей системы штрихованная едет сюда со скоростью V, то для штрихованной системы отсчета наша едет в ту сторону со скоростью V. Поэтому обратные преобразования Лоренса будут выглядеть точно так же, только со знаком плюс. И поэтому будет Rt равняется Rt штрих минус VxRx делить на корень. Rx равняется Rx штрих не минус, а плюс VxRt делить на корень. Ry равняется Ry штрих, Rz равняется Rz штрих. Это обратные преобразования Лоренса. Ну и как же у нас тогда будет выглядеть график да, тут штрихи, конечно. Как же у нас в нашей системе координат будет выглядеть график Rt равно нулю. Если Rt равно нулю, то Rt штрих будет равняться VxRx штрих. минус, 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 минус. Это значит, что если мы делаем такие преобразования, то штрихованные оси пойдут уже вот так. И ось x-штрих и Rt-штрих в том случае, когда система отсчета движется, они наклоняются в эти стороны. И чем больше скорость движения, тем больше наклоняются эти оси. В нашем пространстве Менковского оси координат в движущейся системе начинают наклоняться к направлению поверхности светового конуса. Что это означает? это означает, что если у нас с вами были два одновременных события, а что значит события одновременные? Они находятся в разных координатах, скажем, здесь и здесь, но в одно и то же время. А давайте посмотрим, что будет с этими же событиями в движущей системе отсчета. А в движущей системе отсчета мы должны спроецировать эти события на ось времени. И для этого мы должны провести теперь прямые, которые из этих осей придут на ось времени вот сюда, и мы видим, что в движущейся системе отсчета времена этих событий оказываются разными. Но это то, о чем мы говорили с вами раньше, что одновременность в разных системах координат она различна. Ну и вот переход из одной системы отсчета в другую с вот таким преобразованием осей координат можно рассматривать как обобщение наших трехмерных поворотов на четырехмерное пространство. И наши трехмерные повороты плюс преобразование Лоренса образуют вместе так называемую группу четырехмерных вращений в четырехмерном пространстве времени Менковской. Теперь обратите внимание вот еще на что. Поскольку при движении по поверхности светового конуса у нас координаты ну скажем в данном случае у нас у и з равно нулю вот на этой прямой а х растет но если у нас тело движется со скоростью с то в том случае когда р у равняется нулю р з равно нулю свет идет вдоль оси х а р х равняется c т и у нас свет прошел из этой точки в эту по поверхности светового конуса а свет может двигаться только по поверхности светового конуса он бегает со скоростью ц чему же равно четырехмерное расстояние между этими точками 4мерное расстояние точнее его квадрат с в квадрате это будет c квадрат t в квадрате минус rx квадрате которое равно ct и поэтому получается что четырехмерное расстояние равно нулю господа в четырехмерии свет вообще никуда не летит между точкой испускания света и его поглощением четырехмерное расстояние равно нулю. Потому что расстояние – это не сумма квадратов, а разность квадратов. Поэтому, когда говорят, что свет куда-то полетел, это в проекции на нашу трехмерию он куда-то летит. А на самом деле расстояние между точкой, где свет был испущен и свет был поглощен, равно нулю. Свет никуда не летит. Поэтому у него и одинаковая скорость во всех системах отсчета, у него нулевая скорость. Он стоит на месте. Он вообще никуда не пролетает. Только это для четырехмерных. Для четырехмерных любое расстояние по поверхности конуса равно нулю. Расстояние между любыми двумя точками на этой поверхности – нулевое. Ну и последнее. Точно так же, как произведение скалярное любых трехмерных векторов определялось так, и оно было инвариантно относительно вращения, теперь четырехскалярным произведением двух четырех векторов – R1 на R2 – мы назовем не сумму компонентов, а произведение их временных компонентов, минус произведение пространственных. Теперь скалярное произведение двух-четырех векторов определяется вот таким образом. И, пользуясь преобразованиями Лоренца, легко показать, что если мы теперь сюда подставим штрихованные компоненты, мы получим то же самое. Любое четырехскалярное произведение двух-четырех векторов есть инвариант и относительно преобразований Лоренца, и относительно поворота системы координат. Ну, для того, чтобы еще сделать некоторый задел в будущее, давайте еще посмотрим на скалярное произведение с более широкой точки зрения. Вообще, что такое скалярное произведение? Это когда двум любым векторочкам мы можем сопоставить число, которое устроено так, что при изменении мест векторов скалярное произведение не меняется, а кроме того, это операция линейная. То есть, если у нас один вектор трехмерный, я пока говорю про трехмерные вектора, а плюс b умножается скалярно на c, то это есть а c плюс b c. Поэтому мы вообще-то называем операцией скалярного произведения такую операцию, которая из двух векторов делает число, и при этом эта операция устроена так, что можно менять местами два вектора, а на b равняется b на а, и при этом эта операция линейна по каждому из сомножителей. Если мы сумму умножаем скалярно на третий вектор, то это будет равна сумме скалярных произведений. Вот это мы называем скалярными произведениями. Понятно, что так определенное четырехскалярное произведение, оно, конечно, удовлетворяет всем этим требованиям. Но возникает вопрос, почему и в трехмерном, и в четырехмерном скалярном произведении, когда мы их пишем через координаты, мы перемножаем только одноименные координаты. А давайте введем операцию суперскалярного произведения, которым все координаты абсолютно симметричны. Попробуем это сделать сперва в трехмерном случае. Давайте два трехмерных вектора, неважно каких, а и b, попробуем перемножить так, чтобы все компоненты были совершенно равнозначны. Ну, у вектора a есть компоненты a, x, b, x и c, x. У вектора b, a, x, a, y, a, z, a, x, a, y, a, z. А у b есть компоненты b, x, b, y, b, z. Давайте определим суперскалярное произведение следующим образом. Возьмем некоторое число g, x, x. Его умножим на произведение a, x на b, x. Пока какое-нибудь число. Сейчас договоримся, какое мы возьмем. Теперь возьмем некоторое число g, x, y и умножим его на произведение a, x, b, y. Число g, x, z на a, x, b, z. Плюс. Теперь возьмем число, которое назовем g, y, x и умножим его на a, y, b, x. Плюс g, y, y, a, y, b, y. Плюс g, z, z, z. g, y, z. a, y, b, z. И, наконец, возьмем число g, z, x и умножим на a, z, b, x. Плюс g, z, y и умножим на a, z, b, y. И g, z, z и умножим на a, z, b, z. Смотрите, какую симметричную я операцию придумал. Я каждую компоненту каждого вектора умножил на каждую компоненту другого вектора. В результате я получил скаляр. Если я так определю суперскалярное произведение, то нетрудно понять, что все требования к скалярному произведению, которые мы раньше выдвигали, они выполняются для такого скалярного произведения. А как выбрать число g? А как хотим, так и выбираем. Например, если мы хотим сохранить старое скалярное произведение, которое было раньше, когда перемножались только одноименные компоненты, мы здесь должны поставить единицу. А здесь сколько? Ноль. Тут ноль. Тут ноль. Тут единицу. Тут ноль. 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 И единицу. И тогда число g можно записать в виде некоторой таблички. В виде матрицы. Тогда g, в честь того, что это не число, а матрица, я запишу так. Один. Ноль. 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 Один. Ноль. 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 Один. И эта матрица учит нас считать скалярное произведение. Господа, такая матрица, а вернее матрица это табличка, а тот объект, которому мы приписываем табличку, называется тензором, эта штука называется метрический тензор или метрикой пространства. На самом деле, в этом тензоре записана вся геометрия пространства. Не надо учить никакой геометрии, достаточно знать метрический тензор. Во-первых, если это матрица 3 на 3, это сколькимерное пространство? Трехмерное. А если бы у нас была двумерная плоскость, у нас метрический тензор выглядел бы так. Один. Ноль. 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 Так, господа, те пространства, у которых метрический тензор представляет собой диагональную матрицу, где на диагонали стоят единицы, а кругом нули, такие пространства называются эвклидовыми пространствами. И в этом смысле большой разницы между плоскостью и нашей трехмерией нет. И там, и там метрический тензор устроен очень просто. Можно построить и четырехмерное эвклидово пространство, добавьте еще одну единичку сюда и нули. Но наше-то пространство устроено совсем по-другому. У нас скалярное произведение имеет чередующиеся знаки. Ну, вернее, не наше, а пространство Менковского. Поэтому метрика четырехмерного пространства времени Менковского, она вот такая. 1, 0, 0, 0, 0, минус 1, 0, 0, 0, 0, минус 1, 0, 0, 0, 0, минус 1. Да? Нет, при РТ, РТ у нас нулевая величина. РТ у нас это первая компонента четырех вектора. И тогда, когда мы первую умножаем на первую, мы ее берем с единицей. А у нас нигде здесь РТ на РХ не умножается. Господа, все пространства, у которых везде нули в метрическом тензоре, а на диагонали по модулю стоят единицы, все такие пространства называются неискривленными пространствами. Но из-за того, что здесь стоят разные знаки у единиц, такое пространство является не эвклидовым, а псевдоэвклидовым пространством. Поэтому четырехмерное пространство-время это псевдоэвклидовое пространство, которое является неискривленным. А можно придумать пространство, у которых скалярное произведение устроено так, что здесь не обязательно единица по модулю, а можно придумать пространство, где скалярное произведение устроено так, что здесь не нули. Такие пространства называются искривленными пространствами. Например, если вы будете жить на глобусе, это будет двумерное искривленное пространство, и у него метрический тензор будет А, Б, С, Д. А как мы задаем в индийском тензоре вот этот вот поворот, который выставали на вот на фонах, потому что мы выращиваемся... Задается это некая наука. Я думаю, рассказать вам о ней или нет. Сегодня я точно этого рассказывать не буду. Может быть, расскажу, а может быть, смотрите лайткон. Там пара лекций про то, как преобразуются векторы, как преобразуются тензоры и так далее. Кстати, здесь возникает еще некоторая разница, когда мы перемножаем два вектора. Ведь когда мы умножаем матрицу на вектор, у нас правило строка на столбец, согласитесь. И вообще говоря, когда мы считаем скалярное произведение, чтобы перемножать строку на столбец, мы должны вообще-то писать так. Первый вектор R1T, R1X, R1Y, R1Z. А второй вектор... Один вектор в виде строки, а второй вектор в виде столбца. И тогда получается правило строка на столбец. Первые строки на первый столбец, вторая строка на второй столбец. Так и сложить. Получается скаляр. Поэтому на самом деле, когда мы считаем вот такое скалярное произведение, это немножко разные векторы. Это вектор столбец, а это вектор строка. Вот такие векторы называются контравариантные векторы, а такие векторы называются ковариантными векторами. Но пока у нас пространство не искривлено, ко- и контравариантные векторы совпадают друг с другом. И об этом можно не говорить. А вот когда мы переходим в искривленное пространство, там ко- и контравариантные векторы разные. И чтобы ко-вариантный вектор превратить в контравариантный и наоборот, надо подействовать на другой вектор метрическим тензором. Это такая штука, которая превращает ко-вектор в контравариантный вектор. Ну а здесь, если мы здесь поставили тензор, тогда мы можем не помнить, что у нас тут знаки разные, а всегда со знаками плюс писать. Но помнить, что в каждое произведение надо вставить элемент тензора. Мы просто эти знаки, которые меняются, мы их перетащили сейчас в табличку. Но потом эта идея сработает совершенно неожиданно. Потому что потом Эйнштейн в какой-то момент догадается, что всю гравитацию можно заменить, сделав это пространство искривленным. И сказать, что массивные тела ничего не притягивают. Они просто меняют метрический тензор вокруг себя. И движение в этом кривом пространстве нам, глупым, кажется, как движение при наличии сил притяжения. Ну тут аналогия очень простая, как он любил это говорить. Представьте себе, что два таракана были запущены по скользкому глобусу, по меридианам. Они и поедут по меридианам. Но что скажет житель глобуса, который не понимает, что это глобус, а думает, что живет на плоскости? Он вначале увидит, что тараканы удаляются друг от друга, а потом они что начнут? Они начинают сближаться. Но когда мы два камня кидаем в разные стороны, они удаляются, потом останавливаются и начинают сближаться, мы что говорим? Мы говорим, что они друг к другу притягиваются. И оказывается, силы можно заменить геометрией. И как любил говорить Эйнштейн, я был первый двумерный плоский таракан, догадавшийся, что мы живем не на плоскости. И можно, оказывается, выкинуть вообще всю гравитацию, а просто сказать, что у нас изменился метрический тензор. А нам движение в таком кривом метрическом тензоре кажется, как искривленное движение. Потому что мы, с одной стороны, не искривленные, а с другой стороны, мы еще сами трехмерные, а не четырехмерные. Потому что эти силы, в отличие от других сил, можно заменить искривлением пространства. И эти силы выкинуть. Идея Эйнштейна состояла потом в том, чтобы все силы выкинуть. И была бы очень красивая физика, вообще без взаимодействия, одна геометрия. Но он до конца жизни электромагнитные силы выкинуть не сумел. А после этого еще появились сильные и слабые взаимодействия. Их свойства настолько сильно отличаются от других, что кто-то когда-то вроде бы доказал теорему, что там можно все спрятать в искривлении пространства. Но оно будет с размерностью не меньше, чем одиннадцать, по-моему. А тогда возникает вопрос, если мы хотим иметь... Мы же ничего не хотим, кроме как иметь элегантное описание природы. Что элегантнее? Четыре типа взаимодействий? Или хрен знает какое одиннадцатимерное пространство, из которых мы с трудом наблюдаем только четыре. Три координаты и время. Да, только надо знать элементы этого тензора, чтобы что-то считать. Ведь нам же надо конкретно что-то считать. И не легче ли написать четыре фундаментальные трехмерные формулы взаимодействий, чем выдумывать еще одиннадцать измерений? Все становится очень неэлегантным. Лет двадцать назад двое японцев, или нет, японцев, по-моему, американского происхождения решили ту задачу, которую не мог решить Эйнштейн. Они придумали такое искривление четырехмерии, которое прячет туда электромагнитные взаимодействия. Если бы это было во времена Эйнштейна, это была бы Нобелевская премия. А сейчас все только грустно усмехнулись. Потому что есть еще два взаимодействия, которые не спрятались. И это стало неинтересно. Есть еще одна беда. После этого электромагнитные взаимодействия стали интерпретировать совсем-совсем по-другому. На языке квантовой теории. А теория гравитации Эйнштейна, она принципиально не квантовая. Но сейчас человечество так далеко продвинулось в квантовой теории, что терять квантовую механику никто никогда не согласится. И поэтому общая теория относительности, не частная, которой мы занимаемся, а общая, да простят меня те, кто ей занимается, оказалась некоторым тупиком физики столетней давности. Она не квантовая теория, она неинтересна. Потому что все самое интересное потом стало происходить на квантовом языке. А эта теория существенно не квантовая. Нет, конечно, если кому-то удастся соединить идеи ОТО и квантовой механики, это будет большой прорыв, но пока ничего не получается. И все вопли о том, что кто-то сказал, что общая теория относительности не верна, да, конечно, не верна, как любая физическая теория. У нее есть ограниченная область применимости. Да. Но она не квантовая теория. И это уже видимая граница этой теории. В области микромира с этим плохо получается. Очень плохо получается. Да, она не верна. Только она не верна ни на том уровне, на котором ее пытаются опровергнуть интернет около физики, которые не знают ни про нее, ничего, ни про квантовую механизм. Конечно, она не стыкуется. Любая теория физически не верна. Ну вот так устроено четырехмерное пространство время Менковского.